Мало, 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 Кирилл, еще надо подсыпать. Убирай. Около трех лет назад на территории Изумрудного бывшими арендаторами было вырублено около 700 деревьев. Это вызвало волну недовольства горожан. Уже после проходили многочисленные судебные заседания, итогом которых стал вердикт. Рубки были, незаконные. И вот спустя время парк вновь начинает оживать и зеленеть. Сегодня мы принимаем участие в международной акции «Сад памяти», которая, несмотря на все карантинные мероприятия, проходит во всех регионах России. Мы сегодня к ней присоединяемся. Посадили в Барнаульском зоопарке 75 деревьев. И посадим 75 деревьев в парке Изумрудный. Восстанавливать парк помогают в том числе и общественники. А все, что теперь происходит на его территории, курирует фонд имущества региона. Конечно, огромное спасибо неравнодушным гражданам, которые принимают участие в восстановлении парка. Я с детства в этом парке, можно сказать, я здесь выросла, и моя дочь здесь выросла в этом парке. И хочется, чтобы этот парк жил и наполнялся жизнью. То есть мы его все любим очень, этот парк. Он нам родной. И хочется, чтобы он был, знаете, вот такой семейный, добрый, радостный, наполненный и зеленый. Кстати, уже готов проект благоустройства парка. Сейчас он на согласовании. Авторы проекта планируют разделить территорию Изумрудного на природные зоны, которые встречаются в нашем регионе. Поэтому здесь в перспективе будет и свой собственный маленький сосновый бор. Все, кто желает нести свой вклад в озеленение, могут посадить свое дерево или, к примеру, куст. Чтобы задуманное осуществить, нужно обратиться в фонд имущества региона. Никита Ермаков, Андрей Печоркин. День с толком.